Под крупным производством всегда добротный фундамент. За большими планами серьезная мотивация, а в строках любимые книги чье-то вдохновение. Одного без другого не бывает, так устроена жизнь, ее всегда двигали особенные личности, чья харизма и сила духа меняли реальность и стирали границы невозможного. Сегодня для нас это не просто слова. Мы осознали многое, взглянули на себя со стороны, объективно, без приукрас, научились не бояться проблем, решать их, что поняли, что можно. Многое, сами, вот этой головой, вот этими руками, да не без трудностей, но все оказалось возможно, потому что 24 часа в сутки перед нами реальный пример самоотдачи. Что думает об этом молодежь? Оказалось очень многое пропущено через сердце. Это показал и конкурс творческих работ «Мой президент», который организовали Федерация профсоюзов и Министерство народного образования. В отборочных этапах приняли участие более полумиллиона старшеклассников, а на заключительный этап приехали лучшие из лучших. Йось, она всегда искренне. Из-под нее пера выходит то, что на душе мысли о главном. И все это в комментарии нашей программы. Почувствовать путь времени, в котором обновление, а еще расширяющиеся возможности для достижения амбициозных целей, очерчивающих стремительный виток развития страны, формирующих реальность настроений людей, стремящихся к простым и главным ценностям, формировавшимся тысячелетиями и набирающим силу в последние годы. Их созидательный дух впечатляет, подушевляет, направляет. На глазах меняется наша с вами жизнь, мировоззрение, и каждый новый успех, словно очередная ступень, воплощающая надежды и мечты народа, который видит результаты реформ сегодня и на собственном примере, уверенно смотрит в будущее, который за теми, кто сегодня получает крепкие знания, стремится реализовать свои многогранные способности, проявить себя, внести тем самым свой достойный вклад в развитие Узбекистана. Для чего важно проникнуться глубоко сутью и значением, проводимых в последние пять лет под руководством главы государства, широкомасштабных реформ во всех сферах, укрепив чувство сопричастности к осуществляемым преобразованиям. На что и направлен республиканский конкурс творческих работ под названием «Менинг президентом. Мой президент», организованный Федерацией профсоюзов совместно с Министерством народного образования. На уровне общеобразовательных школ в нем приняли участие более 600 тысяч учеников десятых и одиннадцатых классов. На региональных этапах они продемонстрировали свои творческие способности по таким темам, как «Янги Узбекистан, Менинг Нигохамда», «Мой взгляд на Новый Узбекистан», «Янги Узбекистан, Гянги Миконятлер», «Новый Узбекистан, новые возможности», «Именинг президентом», «Мой президент». После чего на основе разработанной программы состоялся республиканский этап. 21 декабря этого года в столице встретили завоевавших право на участие в финальной части конкурса учеников, которые посетили Парк Победы, ознакомились с Музеем Славы. Сегодня я приехала из одного из отдалённых селений страны для участия в этом конкурсе и постараюсь отразить свой взгляд на происходящие перемены вокруг, создаваемые президентом широкие возможности. Парк Победы сегодня здесь рассказывает нам о героизме и мужестве наших предков, поровшихся за мир и спокойствие на родной земле, за жизнь. И хочу заверить руководителя страны, что мы обязательно оправдаем высокое доверие и надежды. Всё словами не передать. Впечатлений очень много. Посещение Парка Победы даёт пищу для размышлений. Предоставляемые главой государства очень большие возможности окрыляют нас, и мы должны правильно и эффективно воспользоваться ими. У нас есть на кого равняться. Наши предки, защищая Родину, проявили настоящий героизм, который питает самое святое – любовь к родной земле, преданность своему народу. Всё это учит нас быть достойными гражданами нашего государства. Вместе со своей страной стремительно меняется и облик столицы, которая примеряет современный наряд, вобравший в себя самые передовые подходы в архитектуре, например. Меняется с каждым днём, часом. Примером тому и строящийся комплекс «Ташкент-Сити». Размах строительства действительно поражает. Я прошёл предварительные этапы конкурса в Новоиске области, и хочу сказать, что было нелегко. Я занял первое место по городу Новои. В своём сочинении постарался осветить весь масштаб преобразований за последние пять лет. Далее мне посчастливилось стать первым на областном этапе конкурса, где я рассказал своими словами процесс развития социальной сферы, например. Сердце переполняет чувство гордости и восхищения, видя перемены в нашей жизни, оказываемое внимание молодёжи на самом высоком уровне. Впечатления от посещения таких прекрасных адресов столицы, отражающих динамику развития современного Узбекистана, масса. Я счастлива, что мне также предоставилась такая возможность принять участие в конкурсе, который проводится впервые. Президент учит нас смело и уверенно смотреть в будущее, ценить достоинство и честь человека. Всё это найдёт своё отражение в моём сочинении. Набравшись ярких впечатлений, участники мероприятия направились к Ташкентской телебашне. Всё интересно, захватывающее, а главное, можно почувствовать эту мощную волну перемен, дарящих взору новые краски. Мы видим большие перемены, которые инициированы президентом. В частности, они коснулись и Сохского района Ферганской области, где я проживаю. К примеру, все школы района оснащены современными технологиями обучения. Во всех 18 школах разрабатываются на их основе различные программы. В своём сочинении именно на этих примерах осветил то большое внимание, которое оказывается президентом и Сохскому району. Незабываемым стал и состоявшийся на следующий день диалог с представителями парламента страны, сферы духовности и просветительства, известными писателями, общественными деятелями, учёными. Прозвучавшие каждое мнение и предложение ещё раз подтверждают важность таких встреч, иллюстрирующих, объединяющие силу искренних бесед, в процессе которых, как говорят сами участники, рождаются новые идеи и инициативы. Я очень рада, что я представляю свою школу, защищаю её честь, честь своего города на этом конкурсе. Очень волнительно, конечно, я очень переживала сильно, но мне помогали готовиться к этому конкурсу мои учителя и мои родители. Я постаралась написать именно то, что я думаю. Это предложение по улучшению образовательной нашей системы. От качества образования нового поколения детей зависит то, каким будет государство в будущем. В рамках конкурса мы встретились с известными поэтами, писателями, творческими личностями, что также зарядило нас позитивной энергией. В своём сочинении я стараюсь отобразить весь спектр преобразований в стране. В будущем хочу продолжить учёбу в музыкальном искусстве и стать квалифицированным педагогом в этом направлении. И хочу в завершение привести следующие поэтические строки. И вот настал тот день, когда нужно просто побороть волнение и выразить то, что переполняет твоё сердце, демонстрируя свои творческие способности. Они у каждого имеют свои экраны, дополняющие друг друга, подчёркивающие тонкие оценки восприятия окружающей нас действительности. Сочинение на тему «Менин президентэм» – «Мой президент». В нём участники конкурса в течение трёх часов постарались выразить своё видение того, как стремительно развивается страна, какие цели ставит перед собой. И это не просто констатация процесса обновления, но и своего рода отражение внутреннего мира молодёжи, который во многом не определяет их дальнейшие планы. Судьбу, а значит, и будущее государства и общества. Это источник безграничной энергии, которая исходит от инициатора крупномасштабных реформ, в основе которых достоинство и честь человека. Словно выпавшие сегодня и в столице белый снег, чистые мысли искренне передают этот мощный душевный порыв. А слова, будто радующие своим воздушным хороводом снежинки, ложатся в строки, создавая особую атмосферу дня. Работы на каракалпакском, русском, таджикском, туркменском, киргизском и казахском языках. Отобрать самую лучшую из них было нелегко. В каждом сочинение свой, оригинальный подход. Ну а творческий день был дополнен посещением Национальной библиотеки, а также Ледового дворца Хумо-Арена. После творческого конкурса нам организовали экскурсию, и одним из адресов посещения стал Ледовый дворец Хумо-Арена. Я впервые в столице, и для меня это очень интересно. Много ярких впечатлений. После обстоятельных обсуждений члены жюри вынесли свое решение и стали известны обладатели первых трех мест и победители в 12 номинациях. На торжественной теремонии награждения отмечалась важность, проводимых по инициативе президента реформ в сфере образования и воспитания, которая выведена в ранг государственной политики. Абу Али Бен Сино, Аль-Фароби, Аль-Фаргони, Аль-Хоразми, Абу Райхон Беруни. Можно назвать еще много имен великих ученых, которых подарила миру эта благословенная земля. И создаваемые сегодня условия направлены на то, чтобы современная молодежь была достойна своих предков, приумножая оставленное ими богатое научное и творческое наследие, став поистине строителями Третьего Ренессанса, на пороге которого стоит новый Узбекистан. Абсолютным победителем творческого конкурса мой президент, занявшим первое место, стала учениться 5-й специализированной государственной общеобразовательной школы Паркенского района Ташкентской области Абдухамидова Рано Атхамбой-Кызы. Она награждена дипломом первой степени. В соответствии с порядком проведения конкурса в случае поступления победительницы в ВУЗ на контракт на основе в течение 4-х лет обучение ей оплатят контракт. Если же поступит на основе государственного гранта, то вся сумма контракта будет выдана в качестве награды. Когда объявили первое место, услышав свою фамилию, я не могла поверить, так как каждый из 45 участников достоин победы. Паркенский район преобразился за последние годы. У нас широкие и ровные дороги. Функционирует туристическая зона Кумышкон. Построены высотные здания. Созданы все необходимые условия. По инициативе руководителя страны наш Бозатавский район преобразился. И все это открывает очень большие возможности для нас, молодежи. Для того, чтобы мы учились, читали книги, развивались. В Муйнаке, к примеру, для отдыха юношей и девушек открылся оздоровительный лагерь «Белый пароход». Благодаря поддержке государства и особенно нашего уважаемого президента я никогда не чувствовала себя одинокой или обделенной. И очень рада, что приняла участие в данном конкурсе. Честно сказать, меня переполняли эмоции. При написании было немного сложно, но я справилась. Большое всем спасибо. Также награждены наставники победителей. Учителя, чьи воспитанники заняли третье место, получили по 10 миллионов сумм. А второе место по 20. И наставники-победительницы получили по 30 миллионов сумм. Руководство школ, где учатся победители, вручили ноутбуки. Для нас сегодня очень счастливый день. Трудно передать то чувство радости, которое переполняет мое сердце. Моя ученица стала абсолютным победителем республиканского конкурса творческих работ. Меня поймут мои коллеги, как это прекрасно видеть достижения и успехи своих учеников. Все это воодушевляет на новые инициативы, для реализации которых сегодня созданы все необходимые условия. Это еще и большая ответственность. Буду и впредь прилагать все свои силы для того, чтобы наши ученики получали крепкие знания и наиболее полно раскрывались их многогранные способности. Достойно отмечены и победители 12 номинаций. Из глубины сердца льются слова, которые по невволе рождают новые поэтические строки. Достойно отмечены и победители 12 номинаций. Каждый из 45 участников республиканского этапа получил современный ноутбук. Но главное это яркие впечатления, которые останутся в памяти на всю последующую жизнь. Для многих эти пять дней в городе Ташкенте, быть может, станут отправной точкой в их ярком восхождении к творческим вершинам.